МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новины регионы» у студии Катярина Градницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуску «Глядите». Зняли из оборону на купание у святым озера у Могилёве. Санитарные службы проверяют пляжи. Запрашают сюда лучиться у сих небыяковых. 17-го червеня у Могилёве плануется провести городский субботник. У дел подтвердили 17 краин. Могилё урыхтуются до Международного фестиваля духовной музыки «Могутный Божа». Про это инше больше подроблязна. У Могилёвской области с 49 месяцев от починку на водоемах по куль только 39 отримали по шпарты готовности. Справа у тем, что у некоторых районах яшэ не проверили акваторию дна. И вот санитарные службы распачали мониторинг стану воды. Дореча по выниках проверок сняли из обороны купания на святым озере Могилёва. Отповедные показчики зараз тут у норме. На святым озере многие отдают перевагу прогулкам, каля водоемы лезть у воду, не дозволяя не только холодновато на дворье. Не подобается великая колькость чаек на березе. Не охота пока. Пока людей не вижу здесь, которые плавают, сам не полез. Чайки тут много чего гадят. Нагадаем, опошние два года санитарные службы дозволяли на святым озере примать только солнечные ванны. Зараз у все показчики по воде у норме, кажут у санопедслужбе. Тому тут сняли заборону на купание. Мы уже имеем последовательно несколько удовлетворительных результатов по качеству воды на данном водоеме, что позволило приостановить действия данного предписания, то есть разрешить купание. Однако нужно понимать, что ситуация динамичная. Она может меняться в течение купального сезона. А вось на популяцию птушек, кажут, никто поуплывать не может. Санопедслужба укладняет, организация, которая обслуговывает пляж, павинна регулярно сочить за частенью песка на пляже. Дальше в Могилевской области 49 офицейных пляжев. Усе места отпочинку подрыхтованы. Однако только 39 пакуль отримали по шпарты готовности. Не подписаны паспорта готовности по 10 пляжам. Это пляжи в Быховском районе, один пляж в Горецком, пляжи в Костюковичском районе и Круглянском, и Климовичском. То есть эти пляжи не подписаны на сегодняшний день по той причине, что не проведено обследование дна акватории. На местах отпочинку каля водоема одноулены навесы, кабинки, контейнеры для смети. Подчас купального сезона у Санопедслужба потребует тут обовязковую наявность пятной воды. А в выходные дни пропонуя организовывать выездный гандаль. Татьяна Сергеичек, Юрий Ауласо, Новины региона. На вести глянец и подрыхтовать областный центр доголовной падеи святкования 750 годя Могилёва. 17 червеня плануется провести городский субботник по доброупорадкванне. Отповедные распоряджения подписаны Могилёвским гарвы Конкамом. Инициатором субботника выступили миновиты городские улады, каб допомогчих коммунальным службам привести у парадок месцы массового отпочинку. Плануется, что у делу субботнику примыть представники працонных коллективов, новучальных установ и громадских объединений. У гарвы Конкаме так само запрашают долучиться до агульной справы у всех необъяковых. По словах организатору, основными объектами на субботнику обрана парковая зона Подниколе, пойма Ракиднепр и магистральные улицы города. Сбор и перелечение гарашовых сродков не плануется. И завершился первый период отключения гарашей воды в Могилёве, в микрорайонах рабочий посёлок Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спадорожник, Казимировка, Чалюскенца, Мянжинского, Будовников и Космонавтов. Гарашу воду начинают отключать с вечера с 7-го червеня. Нагадаем, с 25 мая областным центром распочался сезон гидроуличных испытыв и профилактических работ на тепловых сетках. Как поведомили специалисты предприемства, первое отключение пройшло в штатном режиме. На теплотрассах выявлено 60 пошкодженев, нетрывалые стыки труб, коррозия. Испыты под высоким тиском дозволяют их свои часовые знасти и выправить. Наступное отключение пройдется на Задняпрое, в улице Симонова, Кутепова, Габровскую, Островского, проспекты Пушкинский, Шмидта, Димитрова, Витебске. Тут гарашей воды не будет с 5-го до 18-го липеня. С 27-го липеня до 8-го жнивня гарашую воду планують отключить у центры. Это улицы Ленинская, Пионерская, Першамайская, Проспект Миру до областного центру творчасти. Микрорайон юбилейный в улице Грышиной 30 год перамоги до прав лицея номер один. И опошнями отключение гарашей воды закрануть в улице Жамчужную, Каштановую, Турова, Крыулина, Кулибина, Крупской 30 год перамоги от прав лицея номер один до дома номер 40. Тут гарашей воды не будет с 16-го по 29-го жнивня. До речи, как поведомляют специалисты, при возникнении аварийных ситуаций, порыва у трубопроводу, проседание проезжей части и выходу воды на поверхню земли Адразу телефонуйте по номеру у Магилёве 27 65 57, Ти 28 12 48. Зашинить нельга покинуть. Знаки припынку у гэтым сказе спрабуюць расставить батьки, студенты, абитуриенты и Министерство аддукации Беларуси. Говорка идзе промахчимую ликвидацию Бабруйского филиала Беларуского державного экономичного университета. С подробностями из Бабруйска Ангелина Дзикун. Студент-заводчник третьего курса Александр Дяребин пришел в свой университет не на лекции. Бабруйшанин мая намер отстоивать интересы свои и сяброу по несчастью. Меня внутри все взбудораживало. Дело в том, что когда я поступал, подавал документы, у меня поступление было очень сложным, потому что я прошел и централизованное тестирование по всем трем предметам, которые были необходимы. И в городе Минске я успешно сдал экзамен. Семейный бюджет так само плановали за разлику платы за навучение. У Бабруйску, кажа, я на утроят, а не из-за столичной расценки. И это так само. Один из аргументов. Остатние огучили студенты, выкладчики и батьки на Великим Сходе. Новополоск, 200 тысяч аккумулятивно, 46 специальностей, полоски государственной университеты. Чем Бабруйск не вышел? Почему я, как бабручанка, не могу обучать своего ребенка здесь? Слабый набор навученцев и недохоб высококвалификованных педагогов. Проректоры университета констатуют. С 1-го веросяня 2017 года филиал вспынит свою деятельность. Высшая награда спецфонд президента. У нас в филиале имеют три преподавателя. И говорить о том, что преподают не специалисты, обидно. Миншане пропонуют студентам переехать заведомо у столицу. Трех, кто в учиться найденной форме, у основным не супрать. Мечтал о Минске, поступал сюда, потому что не хватало баллов, чтобы обучаться бюджетно в Минске, поэтому здесь. И поэтому воспринял новость положительно. Дети не против, потому что это будет дороже и дольше ехать. Мне, получается, я приехала сюда из-за того, что тут учеба дешевле и немножко ближе к дому. А так я буду реже домой приезжать. А вот многие заводшников боятся, что доведется кинуть навычение, бо Минск не по кишени. Уважаемые родители и студенты, неужели все дети, которые живут в республике Беларуси, учатся дома? У Бабруйску чекают нового приезда представников ВНУ в области и Министерства. Бабручане готовы измагаться за одиную высшую навычальную установку культурной столицы Беларуси. Ангелина Дикун, Змитер Шауцов, Новин Региона. Международный фестиваль духовной музыки распочнется 25-го червяня у костюля Святого Станислава с уместным контролем. Концертом камерного хора Зрюйги и Могилевской городской капеллы. А с 26-го червяня по 2-й липеня на площади Зорок будет працевать молодежная христианская пляцовка, где выступят и камерные хоры, и сучасные музыканты. 22-й фестиваль не отмавляет и конкурсную программу. 26 коллектива, около 500 человек возьмут удел о конкурсных прослуховываниях. Как поведомили у отдела культуры Гарвы Конкама, гала-концерт призначенный на 27-е червяня на стадоене «Спартак». Свята колокольного звона злазит 28-го червяня, а 29-го для махилючана и гостей города подрыхтовали приемный сюрприз. Приезжает хор имени Пятницкого. Конечно, это легендарный, мы понимаем, российский коллектив, которые расписаны гастроли на многие пятилетки вперед, будем так говорить, но и вот наконец-то, как бы, и график совпал с нашим, они примут участие в данном концерте. Это только некоторые пункты программы. Организаторы обещают, будет икава. Нагадаем, международный фестиваль «Могутный Божа» проводится с 1993-го раз в два года. За этот час ян стал яркой фарбой культурного життя Могилёва и Беларуси. Великий сюрприз для маленьких и дорослых подрыхтовали специалисты Центра социального обслугования насельництва Могилёвского района и преподнесли его своим подопешным. У вынеку зарад позитиву отрымали и гости, и организаторы свята. Я у мамы самый-самый сладкий котик, я у мамы. Хоть вою еще не шмат годов, але он уже ведая, коли вырасти, будя артистом. Со сцены хлопчик читает верш, присвеченный своей мате. Еще он хотел спеть, але часу не хапила. Вельми насыщенной оказалась святочная программа. Как тебя зовут? Леша. Леша, сэр Леша, ты посвящаешься в рыцаре. Держи. Святые у Центра социального обслуговования насельництва Могилёвского района имкнутся проводить як мага частей. Бо ведуть, что такие сустречи вельми подобаются их маленьким и дорослым подопечным. Очень любят собираться, быть вместе. Их это сближает и взрослых, и детей. Они могут здесь пообщаться, повеселиться. Также здесь будет проходить и выставка работ, то, что делали ребята в отделении в своем. Также здесь будет проводиться выставка продажа. До свято долучились и супрацовники министерства по надзвучайных ситуациях. Познайомиться с пожарной машиной заусюда цикаво, а тут еще и пропоновали отчуть себе соправными воротовальниками. До речи, такие сустречи имкнутся рыхтовать разом. И выхованцы Центра САЦ-обслуговывания, и батьки. Гэтым разом допомагали юные артисты Могилёвской районной школы мастатству. Праздника принимают часто во всех праздниках, стараюсь. Мне это нравится. Нравится, когда радуют дети, когда блестят глаза. Это приносит большое удовольствие. Надо просто верить в то, что будет все хорошо. И никогда не унывать. Дарья Семянько, Александр Артемьев, Новины региона. Команда «Магнит» стала переможцем Кубка Могилёва по футболе. В финале этот коллектив состракался с клубом «Сервалюкс Агра». Вырешальный поединок турниру по традиции прошел на головной арене города стадионе «Спартак». Загульнёй назирали каля двух тысяч глядачоу. У першуню уладальник трофея вызначился только у серии посляматшевых пенальти. Чатырыстады турниру и десять команд. З мая по червень яны вяли боротьбу за Кубок Могилёва по футболе. У финал вышли «Сервалюкс Агра» и «Магнит». В опыт супраць молодости. Минавито так болельщики и специалисты казали про гэты поединок. Кубок в этом году, конечно, прекрасен тем, что команды в целом все ровные. Об этом говорят результаты на каждой стадии. В основном счета это 3-2, 2-1, 1-0. Каждый год, в принципе, мы видим новые, все более новые команды в финале. Это тоже радует. Шмат небезпечных моментов без галов. Основного и додаткового часу для вызначения переможцы было мало. Усё выращалось у серии пенальти. Новый уладальник Кубка города – футбольный клуб «Магнит». Выходили только в полуфинал. У нас самое было достижение. Это в том году, в позатом тоже не смогли выйти. И только вот на третий год вышли в финал. Этот сезон начинаем вообще с очень хорошим настроением. Все молодцы. Ну, команда у нас очень дружная. Я думаю, это нам помогло, что мы так и, получается, выиграли финал. В принципе, игрой довольны. Просто не хватило немножко какого-то везения. Ну и хотелось бы поаплодировать вратарю соперника. Молодец, красавчик. Голов не было забито, но всё-таки моменты были. Болельщиков очень много пришло, здорово. А матерский футбольный сезон у Могилёве только стартовал. Або два финалиста «Магнит» и «Сервалюкс Агра» еще позмагаются за Кубок Могилёвской в области. Турнир почнется у Липени. Пакуль же команды засяродятся на чемпионате города. И для Соболев Александр Артемьев. Новины региона. Самые новые, самые прыгожие худки автомобилей, мотоциклы Беларуси и краин близкого замежа у один час и у один месяц. 17-го червеня на аэродроме у Быхове пройдя «Аутофест» летний форсаж. Это с поборницей по драк-рейсингу, по воду, как специалистов, самые престижные в Беларуси. И корыстаются особливой популярностью. Бо не только удельники, а и гости фесту смогут убачить и пораунать ходовые характеристики новеньких ауто, их интерьер и экстерьер, а так само оценить разностайность тюнингу. Дарыши, по словах организаторов, леты с поборницей собрали больше за 8 тысяч человек. Селетний фест плануется не меньш масштабным и пройдя у два этапы – летний и восенский. На мероприемство запрошены гости из Польши, Литвы, Германии, а так само Украины и России. А на этом по кулисю заставайтесь с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok